Здравствуйте! Вы на канале Ярослава Фролова. Сегодня будет немного неформатный ролик. Я сегодня буду продавать вам дом. Да, 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 да. Вы все привыкли к тому, что я всегда говорю, что... Друзья, я не продаю дома. Я и до сих пор не продаю дома. Этот ролик просто из-за того, что дом мне лично очень зашел, и мне лично этот дом нравится. И мне этот дом нравился год назад. Даже не столько дом, сколько участок и местоположение. Год назад. Но обо всем по порядку сейчас расскажу. Как вы помните, меня зовут Ярослав Фролов, и я занимаюсь подбором домов в Крыму. Я не продаю дома. Этот ролик, как я говорю, он уникальный. Я помогаю вам приобрести дом, я помогаю вам подобрать дом в Крыму, я помогаю вам реализовать вашу мечту, осуществить вашу мечту. Так вот, возвращаясь к этому дому. Обычно, когда я вам показываю дома в Крыму, я прям под большим секретом держу их место расположения, то и все, пятое, десятое. И не из-за того, чтобы сделать вам плохо. Не из-за того, чтобы вы не нашли этот дом или еще что-то. Чтобы у меня было больше работы и так далее. Но не без этого, конечно, но в основном из-за того, что эти дома либо уже проданы, либо уже проданы, либо они сейчас оформляются моими заказчиками. Либо теми, либо другими, либо третьими. Поэтому я о них не говорю. Я вам показываю обычно в роликах примеры домов, которые есть в Крыму за определенную цену. А вот сегодняшний дом, цена 1 миллион рублей. Находится он в предгорьях, село Мичуринское Белогорского района. Это шикарное место, сразу скажу. И я его хотел рассматривать для переезда нашей семьи в августе 2021 года. Как вы помните, мы начали думать о переезде в Крым с 1 августа 2021 года. Я начал подбор ежедневно. Вот я ежедневно занимаюсь подборами домов. Сначала для себя, теперь для заказчиков. С 1 августа, с 3 августа 2021 года. И вот я увидел просто, когда этот дом начал искать для... Он мне попал просто для заказчиков. Я нажал переписку и смотрю, 23 августа 2021 года я подавал. То есть я рассматривал этот дом для себя. Я туда не поехал, потому что, во-первых, со мной тогда решили не торговаться. А миллион рублей год назад, это были совсем другие деньги, чем сейчас. Миллион рублей. Тогда за 500-700 тысяч можно было в Крыму очень хороший дом купить. Ну, собственно, дом, который у меня за спиной, я купил 1 февраля очень дорого, по тем временам. Он стоил миллион рублей. Ну, мне его немножко там сторговались, мне отдали за 900 тысяч. Сейчас он стоит 2,5 минимум. Ладно, потому что здесь еще земли почти гектар. Ну и дом классный, хороший, там 4 комнаты. Я вам его не показывал. Когда-нибудь я там все-таки до конца мы доделаем ремонт, и я вам когда-нибудь его покажу. Когда-нибудь, наверное. Так вот, возвращаясь к селу Мичуринское. Смотрите, само село расположено в горах. Само село очень красивое, обжитое, классное. Почему я положил глаз на этот дом еще для себя? Потому что там есть школа. У меня, вы помните, мы переезжали с двумя детьми. У нас детей больше, но они уже взрослые, старшие. Они с нами не поехали. А вот у нас двое детей, детский сад и школа, и вот мы поехали. То есть нам обязательно нужен был детский сад, школа, там это все есть. Это обжитое село. Да, там дом надо, по-честному, его надо сносить и ставить новый. Но в тот же момент, в этом доме, просто сразу скажу, дом мертвенький. Но строя рядом дом, вот если рядышком построить к нему дом, прям чуть не впритык, то в этом доме годик можно пережить. Там эти полы гнилые. Но чтобы этот годик пережить, берем фанеру 12-ю, просто наверх накидываем, и можно прожить как-то что-то, потихонечку прожить можно. А потом же переехать там через годик, переехать в нормальный, современный дом, который вы построите на те деньги, которые у вас будут, и те силы, возможности, какие у вас будут на бригады, там на кафельную плитку из Италии, с Марса, песок с Луны, там и так далее. Ну вот это просто все делают под себя, как могут. Вот. Но самое главное, место обалденно классное. До Белогорска там буквально 5-10 минут на машине, до моря там буквально минут 20-30 на машине, до Феодосии. До трассы Таврида, 5 километров, то это все, ну, все рядышком. То есть с точки зрения жизни там классно. Мне, честно скажу, мне бы этот участок все равно бы не подошел, потому что, как вы помните, мне нужны просторы. Вот у меня сейчас гектар почти, у меня 84 сотки, 83 или 84 сотки. Здесь мне немножко маловато, так что у меня собаки. А собаки здесь, у меня собаки за моей спиной, там у меня еще порядка 20-30 соток. Я там еще хочу построить большой такой городок для собак, то есть там питомник построить, нормальное стационарное здание для собак. То есть там не будет фермы собак, ни в коем случае. Ну, это уже к другому каналу. Ну, да, кстати, если вас интересуют собаки, в моем лице имеется, у моего питомника Russian Dog. У меня есть отдельный канал на Ютубе, питомник собак Russian Dog. Прям Russian Dog одним словом наберите, найдете меня и на Дзене, и на Ютубе. Я, ну, везде фактически Russian Dog. Только вот одним словом, либо Russian Dog по-английски, либо Russian Dog по-русски набирайте, и меня находите. Вот, возвращаясь к этому дому. Это по документам, там все нормально, все хорошо. Там отмежованная земля, отмежованный дом, там все нормально. Туда подходит даже в этот дом, к нему подходит. Там есть оптоволоконный интернет, там есть электричество. Правда, 220, но 380 надо будет поставить. Насколько я понял, там газ в перспективе, в перспективе. Там этот, ну, так и везде, собственно, в предгорьях, там, потому что с газом есть нюансы. Там есть один глобальный нюанс. Ну, опять-таки, если вы переезжаете в Крым как можно ближе к морю, к ЮБК, вот к этому южному берегу моря, ну, не совсем ЮБК, это Феодосия все-таки, но когда вы приезжаете, вы должны понимать, что вода там, например, по расписанию. Это просто сразу такой нюанс, чтобы вы понимали, что вода там по расписанию. Там 2-3 раза в неделю дают воду, но это делается очень просто. Берется емкость, туда ставится, тут грубо, да, обычный механизм от сливного бачка. Она набирается вам, эта емкость, там, на тонну, на две. Все, она набрана, все, у вас всегда вода будет. Вы ее на чердак закинули, либо через водяную станцию. Проблем с этим нет. То есть, но, это плата за это место. Я на 150% уверен, что когда-нибудь, и причем в ближайшем будущем, это изменится. Потому что туда ведут воду, туда ведут хорошую воду, питьевую, артезианскую, причем оттуда, где я живу, фактически от нас. Туда ведут хорошую артезианскую воду, хорошими водяными трубами. Тут укладывают уже второй год, тут огромные водяные трубы. Причем ведут туда и ведут на Керченский полуостров, туда, в сторону Керчи. Хорошую питьевую воду. То есть, или в предгорях тоже эта вода будет, ну, когда вот, ну, год, два, три, пять, вот, ну, будет. Возможно, пока вы строите дом, все уже будет и газ, и этот, кстати, про газ надо уточнить, может и есть. Позвоните риэлтору, ссылка на риэлтора, то есть, его номер телефона Ольги есть в описании к ролику. Напрямую, без меня общайтесь по этому дому, меня не надо. Ну, можете от меня привет передать, это будет, в принципе, неплохо сказать, от Ярослава большой привет. Можете не передавать, если вы не хотите, это, вот, все равно, абсолютно. Позвоните Ольге, скажите, Ольга, мы вот хотим дом. И сразу вам скажу, если вы передадите от меня привет, у вас автоматически будет 50 тысяч скидка. Ну, вы знаете, да, то есть, когда вы разговариваете с риэлторами, от риэлторов обычно скидок не бывает. Риэлторы обычно сверху накидывают. Особенно в Крыму мне это очень нравится, как риэлторы обычно накидывают. Там смотришь, стоит 2 миллиона. Ты говоришь, ну ладно, думаю, сейчас поторгуюсь, там 200 тысяч скинут. Все нормально, звонишь. Так, вот, все, я готов приехать посмотреть, а вот у вас там 2 миллиона, давайте все-таки мы 200 тысяч скинем. Человек говорит, нет, 200 тысяч это цена, и еще нам 4%. Ты говоришь, ребята, вы ничего там не перепутали? А тут нет, в этом случае, именно в случае вот этого дома, Мичуринского, этого участка, ну, честно говоря, давайте называть вещи своими именами, этого участка, с очень старым домом, но в этом доме можно жить. Можно, да, это практически сарай, но там можно жить, как времяночка, пока строится новый дом, можно жить. Если вы позвоните Ольге, вам дадут 50 тысяч скидки сразу, точно, вот, гарантированно. Мы с ней договорились, что я вот сделаю, потому что, ну, я говорю, мне надо сделать сюжет для моего канала, дай мне 50 тысяч скидки, она мне дала. Поэтому звоните по этому номеру, который есть у меня в описании, и у вас будет все хорошо. Вот, я с ней лично встретился один раз, как раз когда перед просмотром этого дома мы с ней встретились, мне человек вот так вот на взгляд, на разговор, ну, мы еще год назад разговаривали по телефону, тут разговаривали, плюс мы встретились лично, мне человек понравился, поэтому я думаю, что это достаточно надежный человек, хороший человек. Давайте дальше мы ничего, я больше говорить не буду, сейчас я включаю обзор этого дома. Я его делал не для продажи, этот обзор, опять-таки это стандартный мой видеоролик о доме, который я делаю заказчику. Заказчик был очень много чего в курсе, поэтому в этом ролике ничего нет, поэтому я очень много вначале вот болтаю, чтобы вы поняли изнутри, о чем вообще этот ролик будет, и о чем я там буду показывать. Все, давайте смотреть дом, все цены, все скидки, то есть скидка, я говорю, 50 тысяч от меня, как только Ольге передаете от меня привет, 50 тысяч скидки вы получаете автоматом. Ее все телефоны тут, находится это село Мичуринское, сейчас прямо поставлю здесь полный адрес, чтобы если кто-то там по карте пробивает, вот это все, вы можете пробить, не вопрос. Там можете зайти на авито, найти это все. Вот мне просто интересно было вам показать сюжет вот на моем канале, это выйдет во вторник, немножко тоже не в форматное время, обычно все эти просмотры домов идут по пятницам. Мне интересно было вам просто показать, чтобы, а вдруг кому-то все-таки ляжет этот дом, потому что мои заказчики, я не знаю почему, они как раз искали дом для, то есть искали участок для постройки дома, но они почему-то отказались. Честно говоря, я не понял. И ценник небольшой, вот, ну, так, видать, так получилось. Все, удача, смотрите, все, смотрите ролик, потом еще поговорим. Мичуринское, Степная 28. Вот такая улица, вид на горы шикарный, прямо от участка. Дорога асфальтирована, причем хорошо асфальтирована. Кругом горы, тут у нас орех. Так, вот как он выглядит с улицы. Дома жилые, по крайней мере, этот дом видно, что жилой, тут живут. Вот этот дом, да, он выглядит так себяшно, понятно, но так вот, вот он с фасада выглядит вот так, вот. Так, сейчас заходим в дом. Так, соседский дом. Вот, ну, я так понимаю, что граница с участком вот по тому дому, а тут по этому дому. То есть участок достаточно узкий, но, с другой стороны, нормальный участок. Если он действительно по этому дому идет, граница. Вот, все, входим. Ох, тут дети развлекаются. Так, входим в дом. Сначала показываю, что у нас здесь есть. Так, тут навес на бетонных. Ой, на этих. В общем, навесик. Дальше идем. Летняя кухонька, сарайчик. Ну, это, скорее всего, сарайчик какой-то, потому что летняя кухня здесь. Туда сейчас зайдем. Вот он участок. Сзади тут, ну, это, наверное, скотина тут держали. Сейчас уже все разрушилось полностью. Ну, сейчас уже здесь все полностью разрушилось. Вот участок. Ну, не знаю, по ширине вот он. То есть вот у соседей, по крайней мере, вот. Длина его по кадастру, если я ничего не путаю, длина его по кадастру должна быть вот дотуда. По кадастру. Вот. То есть вот это все поле, все ваше. Здесь соседская собака охрана. Ну, и вот досюда. Вот. Это вид сзади. Соседи, 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 соседи. Шикарный. Реально, вид здесь классный. Воздух хороший. Собака, не кричи! В доме однозначно надо менять крышу, я так понимаю. Ну, сейчас зайдем в дом, посмотрим. Так, это у нас летняя кухня. Такая махонькая кухонька. Вот она. Так, чем с печкой? Вот такая вот. Ну, кухонька или маленькая, жилая еще одна комната летняя. Ну, если печка есть, то и не летняя. И это у нас вот дом. Еще раз дом. Вот он вход. Знаете, покажу сначала снаружи. То есть фасад отсюда уже обойду. Вот. Там улица. Вот соседи. Вот я так понимаю, что вот это вот граница участка. Прямо по дому идет граница участка. Дом, ну, все понятно, да. То есть дом практически под снос. С другой стороны, я думаю, что здесь, вот я сейчас зашел в него, да. Я думаю, что если вдруг придется, то полгодиком здесь пережить можно годик. Можно пережить. Тяжело, но можно. Вот. Все. Вот такой домик. И вот калитка. И заходим в дом. Сейчас мы проходим в дом. Тут получается верандочка. Вот сейчас, да. Верандочка. И идет раз комната. Причем, вот эта комната нормальная. Здесь даже полы нормальные. То есть, что жить, то здесь. Ну, там свет светился. Печка. Судя по толщине стен, я думаю, здесь достаточно тепло. Потолки, да, потолки в районе 2, 2, 2, 0, 5, может. Потолки не очень высокие, да. Тут сразу. И вот еще одна комната. Еще у нас получается, вот вход центральный. Одна такая комната, проходная. Изолированная. Полы гнилые. Категорически гнилые. Но, если посмотреть по углам, вот я говорю, да, по поводу крыш. Мне кажется, что крыша не течет. Потому что, видите, по углам. Везде все беленько, чистенько. Но дом это древний. И вот, кстати, из этой комнаты вот еще один выход есть. Так, вот на эту же веранду. Сюда вот полы гнилые в хлам. Тут уж, да. Вот, примерно так. Закрываем двери. Вот. Течет. Вот это да. Тут надо будет что-то делать. И все. Здесь полисадничек. Соседи. И выходим. Друзья, ну как вам дом? Нормально, понравился? Нет? Друзья, ну как вам дом? Я понимаю, что он старенький такой. Вот весь такой. Такой бух-бух-бух. Но. Тем не менее. Вы. Это. Очень живописное место. Очень классное место. Очень комфортное. Вот. Оно. Ну, не знаю. Там вот воздух другой. Потому что это практически уже почти горы. Это хорошее предгорье. Плюс дороги видели. Там люди. Это абсолютно жилое село. Поэтому еще раз. Обращайтесь к риэлтору. Это не мой риэлтор. У них там свое какое-то там название своей конторы. Вот. Это абсолютно чужой риэлтор. Обращайтесь к Ольге. Если вам этот дом интересен. Удачи вам. Всего наилучшего. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. И увидимся в пятницу. Пока-пока. Да, и в это воскресенье. В это воскресенье. Я не помню какое число. Сегодня у нас третье. Там посчитайте какой. Третий октября. В ближайшее воскресенье. В 10 утра. Я вас жду на стриме из Крыма. Мы будем разговаривать о домах в Крыму. Не забывайте. В воскресенье в 10 утра. Через неделю. То есть вы на эту неделю. Будет как раз стрим. Все. Вот теперь удачи. Пока-пока. Всем всего наилучшего.